Ребят, привет всем! Скажите, пожалуйста, как меня слышно? Немножечко с загоревшим лицом и с веснушками, но это не видно. Так, запись я включила. Так, и еще, ребят, здесь в чате, я сейчас пока не буду открывать, кто поднимет рук, и потом посмотрю. И здесь в чате я сейчас буду писать все время, потому что вот эти вот большие штучки я буду убирать, чтобы у нас не загрязнять. И в самом низу написала «Чат для вопросов к эфиру». Вы туда заходите, о, хорошо слышно, прикольно, и там пишите все вопросы, которые хотите задать, которые хотели бы задать. Я их сейчас буду читать вам и буду рассказывать. Вот, сегодня тема у нас такая будет... Это для вас, Киренка. У нас такая сегодня тема. Уже многие мне отписались. Что это такое? Как может там психолог автономно писать, что порно? Это дешево порно, это дешево порно, это сразу же какой-то негатив вызывает. Ребят, это осознанное название. Я специально так назвала. Я, когда называю свои эфиры, у меня они четко-четко-четко прослеживаются, как они должны называться. И когда идет двоякое ощущение у вас, это не говорит о том, что оно не подходит. Это говорит о том, что ваше внутреннее восприятие по каким-то причинам его не принимает. Но я постоянно очень... Вот оно прям... Если вы поймете эфир до конца, вот прям вот истинно его глубоко через себя пропустите, вы четко будете понимать, почему именно такое название. Вот. И порно для мозга, выход из матрицы порно для мозга, это не просто так это название появилось, потому что мы... Вот посмотрите, как много... Вы же, наверное, во многих чатах, не только же в моих, конечно же, и в других, и у вас общения предостаточно всякого. И сейчас одна из таких тем, которые на языке у многих, это тема просветления, тема пробуждения, тема выхода из матрицы, что нужно сделать, чтобы выйти из матрицы, что нужно сделать так, что нужно сделать так. И вы знаете, у нас такое стыщение, что у нас страна советов, у нас чаты советов. И, к сожалению, очень мало кто... Если кто-то вообще знает выход из матрицы, действительно, если знает кто-то выход из матрицы, то они, как правило, молчат, потому что я прекрасно их понимаю, все сложнее и сложнее достучаться до людей. Вы, конечно, можете обидеться, это ваше право. Вы можете меня не принять, вы можете сделать там какие-то свои заявления по тем аспектам, которые я проговариваю. Но я высказываю именно то своё чувствование, то своё видение, с той позиции, на которой я сейчас нахожусь. И когда я оглядываюсь немножечко очень тихо... А почему очень тихо? А Наталья пишет норм. Ребят, посмотрите у себя, пожалуйста, проверьте настройки. У меня тоже тихо. А у вас никак не настраивается, потому что я вроде громко говорю и очень тихо, да. Очень тихо. Так, давайте я попробую сейчас... Слышно хорошо? А если я попробую наушники одеть, это будет слышно или нет? Я думаю, что наушников не сажают хорошо. Давайте я попробую одеть наушники, вы мне скажете как. Ребят, скажите сейчас... Опа! Они почему-то так включили. Так громче, супер! Так, а я... У меня они почему-то подключены к другому телефону, а вы говорите, что так круче. А нет. Сейчас, секунду, ребят, тогда. А, все, все, подключено. Это я уже, ребят. Все. Хорошо, молодец, видимо. Все, если так громче, так супер, тогда буду в наушниках. Начали мы про то, что люди... Чем больше ты начинаешь познавать, чем больше ты начинаешь познавать этот мир, чем больше ты начинаешь взрослеть, да. Я говорю выход на следующую плотность, на иную плотность. Кто-то говорит взросление, кто-то говорит пробуждение, кто-то говорит просветление. Это, наверное, просто игра словами. Это конкретно про вас, что вы пробегаете самого себя для самого себя. И когда мы становимся все выше и выше для самого себя, каждый раз на ступенечку выше, то мы вещи начинаем воспринимать по-иному. И очень часто бывает такое, что... Ну, не бывает, и так оно и есть. Очень часто, когда ты оглядываешься назад, ты понимаешь, что вот в этой бы ситуации я бы сделал вот так вот, вот в этой ситуации я бы сделал вот так вот. И когда я сейчас, на сегодняшний день оглядываюсь назад, я очень четко понимаю, то есть я вижу ребят, которые у меня в чате, в чате школы автономии, я вижу, как они... они борются за каждый сухой день. Они борются за каждую возможность выйти на сухой день и продолжить хотя бы на часик больше, чем в предыдущий раз. Знаете, ребята, я в свое время тоже такая же была. Но дело в том, что когда... когда ты начинаешь бороться сам с тобой, когда ты начинаешь выходить на сухие дни через какие-то аскезы, тебя в автономию не перебросит, тебя выбросит из автономии через какое-то время. Я проходила несколько раз и три месяца, и четыре месяца. но я абсолютно четко знаю, как выйти на автономию. И когда мы с вами прорабатываем самого себя, тогда у нас пропадает, абсолютно пропадает важность еды, и она нам становится не важна. то есть от слова совсем. Что такое для... что я вкладываю в то понимание, когда говорю, не важна важность еды. В это понимание я вкладываю, вам без разницы будет, поели вы один раз в день, или один раз в неделю, или один раз в месяц, или раз в полгода, или раз в год, или вы не перестали есть, потому что вам это неинтересно. Вот что такое пропадает важность еды. И чтобы дойти до этого состояния, вам нужно определиться, кто вы. Мы очень часто идем, и когда мы заходим на какие-то сухие дни, неважно насколько, у каждого свои сроки, свои сроки чего-то. Сухие дни, они обязательны в нашей жизни, они просто обязательны. Для чего? Для того, чтобы очищать тело. Чтобы очищать тело, что? Как это ничего не задавали? И чтобы очищать тело, для чего? Для того, чтобы когда у вас очищенное тело, у вас голова работает под углом. И с этой позиции, да, но как только вы поняли, что вы очищаете тело, вам в этот же момент, то, что у тебя ничего не записано, это не значит, что ты ничего не задавал. Я потом посмотрю, если это кончится, мне. И как только вы понимаете, что у вас запустилась эта очистка тела, как только вы понимаете, что вы начинаете чувствовать свое тело, что я подразумеваю под словом чувствовать свое тело? Это не то, что когда у меня, ой, тут болит, там болит, и весь такой, ой, я начинаю чувствовать свое тело. немножечко не так. Чувствовать свое тело, это когда ты, ты чувствуешь на уровне чувствовал я. Какая у тебя сегодня кровь от твоей лимфатической системы зависит, насколько она густая. Когда ты это чувствуешь. Когда ты чувствуешь своей селезенкой, селезенкой, что она тебе сейчас выдаст интуицию. Интуиция, что такое интуиция? Интуиция у нас, она непосредственно связана с селезенкой. Я проводила такие исследования, и в авариях люди, в авиакатастрофах, ну, не в авиакатастрофах, больше я, конечно, в авиакатастрофах там мало информации, ее стараются убрать. А, например, такие, как автомобильные аварии, их же очень часто и очень много. В автомобильных авариях очень большой процент у людей после этих аварий разрыва селезенки. Что это значит? Это значит, что каждый человек, стоясь в автомобиль перед аварией, очень четко и интуитивно знал, что с ним случилось. Но очень намеренно это отталкивал. И когда вот это вот напряжение очень сильно растет между интуицией и своей селезенкой, то когда вот эта вот интуиция срабатывает, ее рвет. Не всегда ее рвет от удара. Как бы это странно сейчас не изучало. И каждый наш орган, он непосредственно связан чем-либо. Это каждый наш орган, это проводник нас изнутри, наружу, самого себя. И вот это я называю чувствованием своего тела. И когда вы вот до такой степени очистились сухими днями, каскадными днями, малоедением, чем-то еще, если вы чувствуете, если вы понимаете, что вы начинаете чувствовать свое тело, вам нужно идти дальше, вам нужно развиваться, вам нужно развиваться, уже собирать себя. собирать себя через кто я. Мы сейчас создали чат, он называется Вечные. Это как раз тот чат, где мы с ребятами говорим уже не о сухих днях, а уже идем глубже. Мы идем о познании себя. Когда мы начинаем познавать себя, то все неестественное у нас отваливается. Что я подразумеваю под неестественным? То есть я считаю, это мое мнение, это мой опыт, что еда и жидкость для нас неестественны. И мы этому неестественному придали огромное значение, огромную важность неестественными эмоциями. То есть мы с вами говорили же, что эмоции это не наше естество. Наше естество это чувствование. Но мы не доходя до чувствования, мы любим эмоции, они нас веселят, они яркие, они будоражащие. И еда она дает нам эмоции. Одно неестественное дает нам другое неестественное. И мы так четко и так крепко их слепили друг с другом, что нам от них отделаться очень тяжело. Но отделаться очень тяжело только на том этапе, пока мы не собрались, кто я. Потому что мы вот совсем недавно, мы буквально в второй день, начало второго дня, как мы запустили чат вечные. И за это время спрашиваю ребят, то есть нам нужно познать, с какой точки мы двигаемся в познание себя. Нам нужно определить, на какой стадии сейчас в сухом остатке находимся мы, ребята в том чате, чтобы от этой точки начать двигаться. И кто я, практически никто сказать не может. Зачем мне вечность, тоже практически сказать не может. Представляете, насколько мы зашоренные, представляете, насколько мы вот, насколько мы сидим в этой матрице, из которой мы все время тебе говорим, всем говорим, что я хочу из нее вылететь, я хочу, я знаю, как из нее уйти, я знаю, как выйти из этой матрицы, нужно просто осознаться, нужно просто это, нужно просто то. Но привести в порядок свои мысли, это не говорит о том, что ты осознался, и ты выходишь из этой матрицы. Ты должен очень четко понимать, когда кто-то создал игру, и ты находишься в этой матрице, тебе что нужно выйти, на новый уровень, или тебе нужно добраться до создателя этой игры. Что первоначальность, как ты выберешь из этой матрицы, ты, не создавши ее, не зная коды этой матрицы, не зная код этой матрицы, код написания этой матрицы, как ты выберешь, ты сейчас такой же персонаж в этой матрице, абсолютно кодировано прописанный. прописанный нашим хромосомом. То есть наши хромосомы это код нашего аватара. Но у нас есть волшебная палочка у каждого. И я про нее уже говорила. У нас есть спинной моб, откуда берутся анализы по когда мы какие-то генетические анализы, какие-то сложные анализы. Почему они берутся оттуда? Они берутся потому, что там у нас вечные клетки, которые мы можем пробудить, чтобы они задали темп, это я вам простым языком, тем всему нашему организму, всей нашей структуре ДНК на постоянное регенерирование, обновление и обнуление. И что это значит? Вечная жизнь. Да-да, это та самая вечная жизнь, которая была прописана и на сегодняшний день. Это прописано в книгах, в наших древнейших книгах, когда говорится, что если кто-то уходил из этого мира, то он уходил по определенным причинам. Не по причине старости, не по причине отказа какого-то внутреннего органа. Это были иные причины ухода этого физического мира, этой матрицы. И вот когда мы с вами разберем и соберем кто я есть, как я существую, какая моя структура, какова она, как я задействован в самом себе, то тогда у нас все искусственное, все не нужно для нас, то есть мусор из себя мы начинаем выбрасывать, в том числе и мусор еды, мы от него начинаем избавляться, это будет наш естественный процесс, абсолютно естественный ребят, что мы абсолютно естественно и нормально можем существовать без жидкости и без еды, той еды, которую мы видим в этом мире, жидкость, она, сами понимаете, находится, она в воздухе, мы все живем в жидкости, то, что мы ее не чувствуем, не ощущаем, как обычную воду, а как другое, на определенном этапе, это уже другой процесс, но мы живем в жидкости, мы из нее никогда не уходили, и поэтому поглощать ее в себя у нас нет нужды, есть нужда только тогда, когда мы в себя поглощаем тени естественные, ту неестественную среду, чтобы прочистить это, это то, к чему мы придем естественным путем, если мы будем заходить с другого ракурса, не так, как я заходила через аскезы, но я заходила так, у меня не было времени подумать, я вам рассказывала, да, что я заходила из всех предположений, что у меня не было выбора, то есть я либо умру, либо я не буду кушать, потому что диаграмма у меня не работала от слова совсем, и когда мы начинаем себя раскручивать, когда мы начинаем раскручивать, а что такое мозг, а что такое мысли, а что такое это, и мы начинаем цепляться за те варианты, которые мы сами создали этим же мозгом, но все же намного проще, вот смотрите, как мы сами себя закрутили, во-первых, давайте разберем ту ситуацию, что когда мы только родились, что у нас было, у нас были только чувствования, и мы шли только на чувствование, на чувствование мамы, на чувствование ее, на чувствование ее поддержки, на чувствование ее любви, на чувствование ее энергии, Мы шли на чувствование. Мы когда начинали развиваться, начинали что-то там полностью, мы еще это делаем на чувствование. Мы чувствуем, мы все чувствуем через что-либо, мы начинаем чувствовать. И когда у нас уже начинают вылезать зубки, ближе к году, не в 6 месяцев, когда только первые зубки полезли, тогда мы еще живем на чувствовании. А вот уже ближе к году у нас уже подключается, развивает, развивает нам, и у нас подключаются уже эмоции. После эмоций у нас уже возникают мысли, и эти мысли уже образуются в определенную структуру, как мозг, это если образно говорить. И нам сейчас мало того, что нужно раскрутить обратно, нам нужно будет раскрутить обратно с вами столько аспектов. Вот смотрите, мы сейчас, что для нас еще не очень комфортно, если по-честному, мы не любим ошибаться. Если мы кто-то пришел к такому мнению, что ошибаться это хорошо, потому что там то-то, 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 это здорово. Но давайте все-таки возьмем нас, обычность, и все равно, когда мы в каком-то для себя важном деле начинаем, что-то нам не срезонировало, где-то мы ошиблись, мы все равно начинаем, а почему я ошибся, где же, мы не любим ошибаться, потому что нам что говорили, ошибаться плохо, двойку приносить плохо, там, вот это делать плохо, драться плохо, там, ругаться плохо, по лужам ходить плохо, это плохо, это плохо, это плохо, это плохо, это плохо, и за это нас ругали, за плохо всегда ругали. Но ругали на каком этапе? Ведь нам сначала, почему мы стали делать плохо? Потому что изначально, когда мы делали плохо, нам говорили хорошо. Помните, когда мы начинали ходить и падали. Это хорошо или плохо? Ну, нам говорили хорошо. Когда мы начинали что-то ломать, совсем малыши, нам что говорили? Он познает мир или она познает мир. Малыш познает мир. Это хорошо. И мы сначала, для нас это было хорошо, потом на каком-то этапе это хорошо, то, что мы уже привыкли к хорошо. У нас это переформатировалось плохо. Понимаете, как у нас это? Ребята, извиняюсь, я кашляю. У меня была, видимо, очередная чистка. Ну, не видимо, а была очередная чистка. Да, такая жесткая, жесткая. Вот, я сутки лежала, у меня и сопли были, и кашель были. Сейчас вот отходится. Слава Богу, что это быстро все проходит на естественных днях, когда ты понимаешь, откуда это что берется. Вот. И смотрите, у нас из детского возраста все, что мы... Вот все, что было в детском возрасте, все, что было для нас хорошо, все, что было для нас через чувствование. Мы это закрыли, а теперь мы понимаем, не все, но понимаем, что нам нужно прийти вот к этому состоянию, и чтобы к нему прийти, представляете, сколько клочков нам нужно раскатать. И когда мы с вами упираемся во что-то одно, например, вот в чате очень многие люди говорят, я в практике автономии уже там некоторые годами, 10 лет, 20 лет, 30 лет. 30 лет в практике сухих дней. Но я бы, наверное, сказала, что когда ты находишься в таких длительных практиках сухих дней, это ты ведь идешь для очистки организма, для очистки организма, чтобы очистить свой организм для принятия иной информации. Когда у тебя очищенное межклеточное пространство, не забито хламом, ты можешь принимать другие вибрационные пласты, которые раньше в тебя не попадали. Но как только ты останавливаешься, как только ты залипаешь на этом процессе, чистки, 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 и не отслеживаешь, какая вибрация попадает в тебя, какая информация попадает в тебя, ты не можешь с ней сконнектиться, тогда она у тебя становится обыденностью, и ты ее не видишь. И у тебя нет следующего шага, ты не можешь переступить свой порог, чтобы войти в следующий шаг, чтобы войти в следующую плотность самого себя. И вот этим опасны вот эти вот постоянные сухие дни, когда ты не успеваешь поймать вот этот процесс, когда ты можешь воспринять новую волну, новую информационную волну самого себя, и ты тогда заигрываешься в чистые дни, и вот эта информационная волна, как бы она уже мимо тебя не проходила, ты ее уже не чувствуешь, ты к ней привык, ты адаптировался к ней, ты ее в свое время не смог расшифровать, а следующая волна к тебе не придет, это забито, то есть вот есть вот такой вот каналчик, вот такой вот, и эта информационная волна именно вот такого диаметра, следующая информационная волна вот такого диаметра, вот уже вот такого, например, диаметра, она сюда не пройдет, а если это для вас уже стала нормой, вы ее не смогли расшифровать, то как вы пойдете на следующий этап? Я попыталась как-то образно рассказать, я не знаю, насколько это понятно, ребят, напишите в чате, вообще понятно, к чему я веду, понятно, что такое выход из матрицы, как мы можем выйти из матрицы, как мы можем построить свое тело более экологичным способом, чтобы пойти туда, на следующий уровень самого себя, чтобы, а то, получается, мы себя заперли вот в этом замкнутом круге, сухие дни, сухие дни, уже их как только не назвали, сухие дни, естественные дни, здорово, сухие дни, естественные дни, чистые дни, сухари, автономия, как бы мы их ни назвали, вот мы на них вот крутимся, и у нас в голове одни и те же мысли начинают крутиться, выход из матрицы, выход из матрицы, можно так быть, можно так быть, можно так быть, никто же выйти не может, а не можем выйти почему? Потому что не можем поймать следующий вибрационный уровень, чтобы поймать следующий вибрационный уровень, нам нужно вернуться назад, разобрать свое тело, отчистить наш стержень, я есть, кто я есть, И на этот стержень уже нанизывать нового себя, чтобы поймать опять ту первичную информационную волну, которая проходит через нас. Только при принятии ее, при чувствовании ее, при расшифровке своим собственным кодом этой информационной волны, мы можем идти на следующий информационный уровень самого себя. Все просто, все на поверхности. И это не страшно, что мы вот так вот это делаем. Это у каждого свой путь, у каждого свои какие-то игры, у каждого свое мировосприятие. И я вам сейчас говорю с позиции своего мировосприятия, оно не обязательно должно каждому подходить. Просто пройдя вот этот путь, я поняла, как можно быстрее, намного быстрее выйти на следующий уровень. И в том числе, когда для вас будет еда, это не важно, вы можете спокойно, когда вы познаете себя, когда вы выйдете на следующий информационный уровень самого себя, следующую плотность самого себя, там вам уже вот эта вот еда, которая физически, она вам будет уже в принципе не нужна. Да, вас не будет тянуть, вы не будете ломаться, что вам нужно поесть, что вам нужно не поесть. Это уже будут другие ощущения, другое восприятие, все будет другое. Понимаете, о чем я говорю? Вот, поэтому у нас есть возможность зайти с нового уровня, с нового ракурса, с нового ракурса самого себя. Именно поэтому мы вот и создали еще вот этот вот чат, чат вечный. Именно с этого ракурса мы будем заходить и в автономию в том числе. Вот, но ребята, которые у меня в школе автономии, это тоже классно. Пока они не прочистили тело, как только единственное, я стараюсь, если я вижу, что попадается какой-нибудь вопрос, который я могу направить, чтобы поймать, чтобы он не пропустил вот эту вот энерговолну самого себя, я пытаюсь направить, чтобы он ее увидел. Как только у него щелкнет, как только у него отщелкнет, он поймет, что ему нужно идти дальше. И скорее всего, и я пытаюсь сделать так, чтобы он не заигрался в сухие дни. Они нужны для очистки, чтобы перейти на следующую. Очистить организм обязательно. Сухие дни обязательно. С пельменей, в осознанности, следующую плотность самого себя. Ну, я не видела таких людей, чтобы так и все. Да, мы шутим, мы смеемся, что с пельменей и с водки и с какого-либо праздника можно спокойно зайти в сухие дни. Можно, но на сколько? Вы же не зайдете после вот этого каламбура всего, вы же не зайдете в сухие дни на, я не знаю, на 3-4 месяца. Потом раз, рубильничек включился, так, сейчас немножечко приземлюсь, вот это сделаю, вот это сделаю, вот это вот проработаю, вот это поймаю, а вот здесь согласую, а вот здесь вот отслежу и дальше пойду. Ведь этого нет. Вы заходите, да, вы заходите на пельменях, вы можете там веселиться, вы можете сказать, а, я молодец, я в пельмени зашел, я вот такой вот классный, такой крутой. Только это сколько? Ну, максимум 12 дней. И вам организм за это спасибо-то не скажет. Что вы хотите этим сделать? Всегда задавайте себе вопрос, у меня любимый вопрос, уже все, наверное, о нем знают. Мой любимый вопрос, чтобы что? Вы каждое действие, которое вы делаете, задавайте себе вопрос, чтобы что? И будет намного проще. Так, ребят, давайте я, вопросов нет, либо задавайте вопросы, либо могу сейчас, если кто-то поднимет руку, вот у меня не видно, что кто-то поднял. Если кто-то поднимет руку, то я с огромным удовольствием вас подключу в эфир, если есть у кого-то вопросики. Поднимайте руку. Если, мало ли, здесь я не вижу, то напишите мне еще сюда. Но я посмотрела, никто руку не поднимает. Ребят, поднимайте руку, если есть. Нам, мне очень важно, чтобы то, что я говорила, до вас, вам ложилось это. Мне очень важно идти в этот путь не одной. Что я буду делать в вечности? Мне хочется, чтобы вы там были. Я многих уже знаю лично. Со многими мы ведем уже такие тесные беседы. И мне бы, конечно, очень хотелось, чтобы вы максимально при каждого эфира, чтобы каждый эфир у вас щелкивал, чтобы каждый эфир, каждое высказывание, каждые наши с вами беседы, чтобы они вас приводили хоть на маленький шажочек, но с каким-то осознанием самого себя. Для меня это очень важно. Поэтому не стесняйтесь. Задавайте вопросы. Выходите со мной в эфир. Если вы считаете, еще раз повторюсь, в тысячи первый раз, если вы считаете, что ваш вопрос какой-то глупый, то обязательно его задайте. Потому что не бывает глупых вопросов. Если он появился, значит, он должен быть обязательно. Вот так, Светлана. Давай, Светуля, говори. Свет, я тебе открыла микрофончик. Ты нечаянно нажала или хочешь в эфир? Если хочешь, открывай микрофон, говори. Я тебе все открыла. Да, спасибо. У меня вопрос такой. Получается, то, о чем ты говоришь, это же никто не проходил. Это, получается, будет как эксперимент. Правильно? Как-то разобраться, собраться. Вообще для меня это что-то такое. Нет, это я проходила. Почему никто? Это я проходила. Просто я сначала зашла через аскезу. Вот это вот. А потом пришло вот это осознание. А если бы я пошла через осознание, то я бы к этому ко всему пришла бы без ломок, без срывов, без вот этого всего. Просто я почему так шла? Потому что у меня не было времени. Я умирала. Но у меня сейчас есть возможность показать людям другой путь выхода в автономию. А кто-то проходил уже этот путь, ну, кроме тебя, понятно. Ты, получается, до этого уже была в автономии. А кто-то проходил вот так вот и уже прям вышел. Да. И еще вот как раз вот этот вот час вечный, который мы создали. Я и Слава там, Вячеслав. И он тоже, да, он именно проходил и проходит. То есть мы же не на конечной станции уже сошли, да. И мы проходим этот путь, да. Он знает, как выйти. Он знает, как выйти в автономию. Он знает, как сборка себя. Только он зашел как раз с того ракурса. И поэтому у него это проще все выходило. То есть он и с этого пытался зайти, и с автономией через голод пытался зайти, и через осознание. Вот когда пошел через осознание, тогда уже вот так вот щелкать начало. А я сначала зашла, а потом щелкать начало. И сколько у него занял этот процесс? С 2016 года. Да, но это не потому, что... Это уже потому, что мы же экспериментировали. Он с одной стороны, я с другой. А у вас сейчас есть все шансы зайти. Это максимально быстро. На все это перейти на следующий уровень себя максимально быстро. То есть у нас уже есть те знания, которые мы можем передать, чтобы вы пошли в следующий этап самого себя. Чтобы вам было проще. Вот так вот. Просто кто-то готов их уже принять, а кто-то еще не слышит. Вот в этом еще есть вопрос. Да, Оксана, сейчас... Я так понимаю, что вот в этом час достаточно будет того, что вот, допустим, человек зайдет в этот час, и сколько там ему надо будет пробыть или... Нет, это же не инструкция к таблеткам. Я же не знаю, как, кто будет у кого, какое будет восприятие, ты понимаешь? Если ты готова к восприятию этой информации, если ты готова к осознанию этой информации, то будет щелкивать. То есть там есть несколько людей, с которыми я тоже давно уже общаюсь. Я точно понимаю, что они... Вот у них вот прям щелкивает. И они что-то не понимают. Мы это прям разбираем. Но этот чат у нас просто еще полтора дня существует. Понимаешь? Я не могу тебе сказать, как оно, что будет. Но точно могу сказать, что если кто готов к этому общению, просто у нас еще нет такого, что точка сборки не определена, на каком этапе сейчас кто находится. И это один из самых сложных моментов, чтобы определить, потому что мы всегда знаем, где мы есть. Пока мы не начали трансформировать это в слова. Когда ты вроде знаешь, я знаю, что на каком этапе, кто я есть, кто я то и знал, то есть... А когда тебя спрашивают, и ты понимаешь, что ты скомпоновать-то не можешь, тебя... И вроде бы знаешь, а мысли, они как тараканы, джик, и разбежались. И ты не можешь донести свою простую мысль, которая у тебя вроде бы в голове уже скомпоновалась давно, и ты ее не можешь формировать, чтобы донести простыми словами в нескольких предложениях к собеседнику. Вот в чем загвоздка. Когда мы не можем донести простыми словами, значит, мы где-то еще потеряны, мы не можем себя собрать до конца. Там нога, там рука, там голова, там сознание, там осознание, и все. И что такое? Душа для одних одно душа, для других другого душа, для одних одно это, для других другое это. И вот, и все, и расплылось все. И когда ты начинаешь собирать вот это вот один из основных моментов, как только мы соберемся, как только мы поймем нашу отправную точку, как только мы поймем, на какой станции мы находимся, с нее мы будем отправляться. И так уже будет намного проще. Самый сложный момент – это первая точка, оттолкнуться, от чего оттолкнуться. Понятно, немножко, но не совсем. Другие говорят, ну вот, другие говорят, как песня бьется, но им далеко до автономии. У меня, да, у меня проблемы с тем, чтобы что-то сказать. Нет, ты очень быстро растешь в этом аспекте. Я же вижу, какая ты приехала. Я помню тебя, когда ты была на слете с Ведрусси, какие ты мне вопросы задавала. Я помню тебя, когда ты первый день нашего ретрита. Я помню, как... Ну, понятно, что в ретрите мы практически 24 часа были вместе. И за эти 5 дней, почти 6, да, ты же стала абсолютно другим человеком. Ты уехала абсолютно другим человеком. И сейчас, понятно, просто там ты была в одном поле, а сейчас у тебя, получается, ты идешь с себя. Ты немножечко, то, что ты собрала, немножечко по дороге еще потеряла. Это естественный процесс. Поэтому не торопись. Просто все, что ты осознаешь, ребят, все записывайте, все прописывайте. На телефон, в диктофон, в какие-то там, я не знаю, гаджеты, еще что-то. Все, прописывайте это, и вам будет проще отследить уровень самого себя. Потому что невозможно быть все время в поле какого-то одного человека. Потому что у каждого же есть все равно какие-то, мы же живем еще в этом материальном мире, у каждого есть какие-то свои действия, деятельность своя какая-то. И от этого никуда. Как мне сегодня тоже написала одна девушка. Она говорит, а где вы живете, можно я перееду к вам, чтобы быть постоянно в вашем поле? Мне это очень льстит, конечно. Но мы же понимаем, что я с ней не смогу быть. У меня есть дети, у меня есть работа. Я очень много сейчас работаю. Сейчас вот разрабатываю вот эту вот программу. То есть я сейчас ушла немножечко в науку. Мне интересна вот эта вот квантовая генетика, волновая лингвистика. Это очень важный процесс этой волновой лингвистики. Я туда углубляюсь. И у меня очень много времени на это уходит. И чтобы кому-то еще помимо ретритов, помимо ретритов, марконов и консультаций и эфиров уделять время, я просто не смогу. Мне, конечно, это приятно, но я не смогу. И мне, наверное, в неделю вот человека три-четыре вот так вот пишут. Можно я приеду с палаткой, стану там рядом с вами и просто буду жить в вашем поле. Ребят, но это как бы немножечко не то. Мне это очень приятно, правда, но немножечко не то. Поэтому, если что-то не получается, не отчаивайтесь. Это ваш шаг вперед. Всегда шаг вперед. Просто то, что я говорила, например, месяц назад, это не неправильно. Это я была на том уровне своего развития. То, что я говорю сейчас, это на этом уровне развития я сейчас. Если вы пойдете за мной по моим эфирам, вы точно так как же придете. Я же уже эфиры начала проводить, когда я уже поняла, я уже осознала, я уже, как это называется, пробуждена, не люблю эти слова, я уже поняла, как к этому идти. И вы по ним тоже дойдете. Просто не у всех они укладываются и сразу, и это тоже нормально. И ничего в этом нет. И то, что я скажу завтра, через неделю, будет абсолютно другая информация, потому что я буду чувствовать уже себя по-другому. Мы настолько быстро меняемся, и чем больше мы находимся в этих состояниях, тем быстрее мы начинаем меняться. у нас настолько быстро начинают меняться все процессы внутри нас самих, настолько быстро идет распаковка этого мира, что иногда ты просто понимаешь, что ты за ней не успеваешь. И за счет того, что ты за ней не успеваешь, ты не можешь формировать ту мысль. То есть я сегодня ночью лежала, и у меня такой ком был, у меня столько осознаний, столько всего-всего-всего пришло, что я поняла уже через несколько часов, я поняла, что я за этими мыслями еще не могу угнаться, то есть они есть, но я еще не настолько до них дотянулась, чтобы их сформировать, чтобы передать вам. То есть понимаете, уже через неделю я это сформирую, и у меня уже будет иной эфир, у меня уже будут другие познания. Поэтому то, что у вас есть сейчас, это здорово, что они есть сейчас. И какие они есть сейчас, это тоже здорово. Если вы думаете, что вы чего-то там не понимаете, это все ерунда. Вы все понимаете, вы все ко всему придете. И не просто я так говорю, что мы все будем... Если кто туда идет, они все будут, неважно каким путем. Просто вы пойдете либо через эскезу, через ломку, через еще что-то, либо вы пойдете через осознание себя, через структурирование себя. Это будут абсолютно другие процессы. Мариша мне печатает. Света, думаю, есть смысл создать слова или терминов. Актомия – это матрица, это выход из матрицы, это... Мариш, я, наверное, обязательно это сделаю. Я сейчас пытаюсь все себя собрать. Столько много всего. Я стараюсь записывать свои заметки. Думаю, сделать какую-то книгу, начать писать какую-то мини, она получилась, а не мини, уже не знаю. Но просто еще не хватает на все времени, потому что еще настолько сильные процессы осознания себя идут, что вот я говорю, я сама не успеваю за собой угнаться. То о чем говорить-то? Да, а то реально все под одним словом думают и понимают разное. Да, Мариничка, если вы полностью согласны, это так. И попробую. Я, конечно же, буду пробовать все это сделать. Вот. Насколько меня... Насколько меня будет хватить? Разобрать себе этот мозг. Да, Наталья, да. Да, Оксана, поднимала руку. Оксана, говори. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, в группе «Вечные» могут быть те, которые еще зависимы от еды? Конечно. Да, да, да. Про это я и говорю, что с другой стороны можно найти подход. Спасибо. Пожалуйста. Марьюшка спрашивает. Света, добрый вечер. Матрица – это типа оболочки, и у каждого она своя. Аватар – это оболочка, и у каждого он свой. Вот. А матрица – это то, что нас собрало, наши оболочки, собрало в единую-другую оболочку. И вот, когда мы вырастаем из вот этой матрицы, то есть мы вырастаем, наш аватар начинает вырастать, не в смысле становимся жирнее, разрастается физическое тело, а когда мы энергетически разрастаемся, то есть что такое? Мы как бы энергетически уплотняемся, и после энергетического уплотнения, когда мы энергетически максимально плотными, мы встаем максимально легкими. И когда мы становимся максимально легкими, мы перемещаемся на следующий уровень себя. По мне, так матрица – это все, что нас окружает. Мы либо ползем по ней, как слепые котята, либо мы осознаем себя и уже начинаем становиться игроком. А когда ты себя прокачаешь, станешь асом. Иными словами, опытом обокатимся и сможем выйти и стать творцом. А где чат вечный? Это закрытый чат. Пишите мне в личку, я скажу, как туда попасть. Есть фильм «Вечный» со сверхспособностями. Я не поняла, Иван Чай, почему вы говорите про фильм или про чат. Фильм «Вечный» я не смотрела, по-моему, этот фильм. Но, ребят, еще я сделала группу с фильмами. Фильмы, книги, если есть интересные, про фильмы я не говорю, а про чат вы говорите, наверное. Но если у вас такое мнение, как бы имеет место быть. Жалко только, что вы мнение свое высказываете о том чате, в котором вы никогда не были. Вот это тогда стоит задуматься, насколько ваши высказывания имеют место быть даже для вас самого себя. И создала, чтобы мы с вами скидывали интересные фильмы, сериалы, книги. Потому что есть такой момент, когда у вас уходит сон. А, фильм. Все, понятно, то, что как-то вы меня запутали. Так, в чате вы еще не были. Бывают такие, когда у тебя проходит сон, снова совсем, и иногда хочется разрядиться. Вот просто хочется вот ничего не делания. И очень хорошо помогают вот фильмы, сериалы. Когда ты смотришь, и ты же не втягиваешься в него, ты же не... Уже нет у тебя состояния, что ты проживаешь роль главного героя, да? Ты его смотришь, и ты как бы вот настолько, получается, отдаляешься, ты становишься между фильмом и между своей реальной реальностью. И ты как бы между ними протекаешь, и ты тогда отдыхаешь в эти моменты. Это когда ты уже понимаешь, когда вот этот... Когда уже уходит сон совсем, тогда вот эти вот состояния есть. И поэтому, когда есть классные фильмы, то очень хорошо там. Несколько часов, 4-5, вот так вот посмотрел. Бывает, да, и бывает по 4-5 смотри, не каждый день. Но бывает, что несколько дней подряд вот так вот ночью. Потому что ночью что делать? Ночью греметь же не будешь, прибираться там еще что-то делать. Ты либо работаешь, потихонечку сидишь, либо фильмицы смотришь. Ну, это так, как у меня проходит ночь. Изначально я просто только работала по ночам. А сейчас понимаю, что информации столько, что нужно немножечко перезагрузку давать. Процессору тоже. И вот я таким образом это делаю. Я не знаю, как имя, а написано СОВ, С-О-В. Который вот дал вот такое пояснение, что становишься игроком и можешь стать творцом. Еще очень важно, наверное, все слышали в Библии такое выражение, Олеся. Все, очень приятно, Олеся. В Библии, наверное, такое выражение все слышали, не сотворить тебе кумира. Это очень важно. Но когда, вы же, наверное, все знаете, да, что если мы говорим о Библии, либо о каких-нибудь религиозных, религиозных книгах, они все закодированы. И если мы обычными глазами, обычным восприятием ее читаем, то мы читаем поверхность того, что написано. Если мы читаем между строк, то там очень глубокий смысл заложен. Очень глубокий смысл нашего познания, который не каждым открывается, но наши предки его очень хорошо читали. Читали, я имею в виду не то, что написано, а именно вглубь читали. Вот, и не сотворить себе кумира, это как раз было про то, что не сотворить в себе кумира. В себе. То есть вы, наверное, очень многие слышали, да, что я есть Бог, я есть Творец, я есть то. Это, ребята, из той серии, что ты сам в себе, сам для себя створил кумира. Это тоже не то. Это говорит о том, что ты настолько важность в себя завысил, как ты в важность залезешь, чтобы разобрать важность. Ты себя уничтожишь. Поэтому здесь тоже очень тонкий такой аспект. А вот когда ты растворишься сам в себе, когда ты познаешь свою единую точку, единого Я, что есть Я, и когда ты начнешь вот это вот нанизывать уже, тогда уже будут абсолютно другие открытия для самого себя. А когда у тебя будут другие открытия для самого себя, то ты уже сможешь пойти вглубь. Ты уже сможешь смотреть не поверхностно, а уже на 360 глубинно. Это уже другие понимания. Но все начинается с самого себя. Всегда начинается с самого себя. И именно об этом я с вами тоже хочу говорить. Я вижу, что уже большинство ребят, которые у меня в чате уже в автономии, они настолько уже прокачаны, они настолько уже готовы идти, они уже как будто бы их вот в кокон засвали, и они не знают, куда дальше ступить. Вот вроде это и это. И они начинают на вторичный круг. И потом еще, еще, еще. Начинают заигрываться в сухих днях. В сухих дни это наша подготовка. Это наш космический процессор, чтобы мы подготовились и шли дальше. Потому что если вы уже дали своему телу прочувствовать, что вы можете жить без еды и воды, что вы хорошо себя чувствуете, что вы в своей голове рассказали, что вы можете это, все, вы должны идти дальше. Когда мы начинаем заигрываться, то тогда уже мы начинаем крутиться вот на этой. И у нас тогда вся идет зацикленность. Автономия, 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 сухие дни, сухие дни, сухие дни, естественные дни там, какие-то еще дни, какие-то еще дни, никак бы с ним назвали, и вот мы все вот в этих днях, и потом мы рассказываем, кто, что кушал, кто как покакал, у кого что высыпало, у кого что засыпало, у кого как лезут волосы, не лезут волосы, что с ними случается. И вот эти вот все поверхностные поверхности, то есть мы себя трем, трем, трем мочалкой, а глубь-то не залазим. Потому что там, что пришли мы к доктору, к хирургу, и говорим, вот у меня там вот желудок болит, а он тебе стоит ее, и моет, моет этот живот, говорит, я ничего не вижу, я ничего не вижу, я еще так, по-моему, вот в этот круг, по-моему, в этот круг, таким мылом, таким шампунем, таким гелем, таким этим, да-да-да-да-да-да-да-да-да-да. А будто не залазишь, чтобы посмотреть. И у нас с вами иногда получится вот такое же, колоббурчик вот такой. Поэтому, ребят, идем дальше. Тоже готов, но никак не начну, одному скучно. Да, ребят, еще есть такая, я не люблю тоже слово практики, но я все-таки ее назвала практика. У меня несколько человек проходят индивидуальные какие-нибудь разборы, да, и вот они тоже, я вот хочу выйти на автономию, я хочу, я вот когда буду, и вот все, знаете, вот когда я буду автономом, тогда я буду вот это вот это. И самый простой способ вообще, я всегда говорю, не-не-не, сначала ты это делаешь, потом ты выходишь в автономию. Со мной начинают спорить, не, вот если вот я автоном, я говорю, хорошо, и вы можете себе сделать такую практику. И мы сделаем эфир, может быть, завтра или в пятницу в клубе, в закрытом еще. Я как раз ее еще подробно мы разберем, может быть, кто-то уже успеет пройти. Такая очень простая техника. Вы ходите на один сухой день. И вот вы же себе все представляете, что такое автоном для вас, в вашем понимании. Что он делает, что он мега такой вот весь, и вот весь, весь вот такой. И вы выходите там на сколько-то сухих дней, на один, на два, кто-на сколько может. И начинаете делать ровно те вещи, которые вы думаете, что вы сделаете, когда вы будете автономом. Ни одного еще не получилось. Потому что мы всегда себе надумываем то, чего нет. То есть мы надумываем. То есть если я буду автономом, я не буду спать. Я буду всю ночь бегать. Я буду там в прорубь, там с девятиэтажного дома прыгать. Я буду таким, я буду таким, я буду таким. И вот столько, столько, столько всего, всего, всего. И когда говоришь, ну как бы сделай практику, вот что ты уже автоном, зайди в сухой день, сделай практику, хотя бы одного дня. И все время что-то, я вот не поехал на велосипеде, потому что начался дождь. А вот если бы я был все-таки на автономе, я бы все-таки поехал. А почему ты думаешь, что ты бы поехал, если ты сейчас не можешь поехать? Если ты сейчас можешь поехать, то в автономии ты точно поедешь. А если ты сейчас не смог поехать, ты почему думаешь, что лень-то, она куда растворится? Вместе с какашками выйдет. Вы всегда, мы всегда себе очень часто придумываем то, чего нет. И важности, пуха накидываем на какие-то вещи, которые тоже не существуют. И мы не идем вперед, потому что мы ждем, когда они осуществятся. У меня есть такой эфир в закрытом клубе. Я не знаю, его перекачали в Телеграм, закрытый клуб, или он остался в Инстаграм, закрытый в этом клубе. Я его назвала «Жизнь с понедельника». И там я очень-очень подробно рассказываю, как мы всегда начинаем жизнь с понедельника, и что он всегда мешает, и что мы чувствуем при этом. И, наверное, я этот эфир повторю в открытом доступе уже с новым видением, потому что он актуален, мне кажется, будет вечно актуален этот эфир. Вечно актуальны будут эти состояния самого себя, когда нам всегда что-то мешает. Вот если бы я был вот это, то я бы сделал это. А я это не сделала, потому что вот это. Если бы вот это, то обязательно бы сделала. Не, ребят, так это не работает. Ну что, ребятки, есть еще вопросы? Задавайте вопросы, поднимайте руку. Ирина пишет еще. Давайте, пока Ирина напишет, или уже не пишет. Если есть... Ага. Все, Ирина, вижу. Давай, открывай у тебя микрофончик, говори. Открывай у тебя микрофончик и говори. Можешь камеру открыть, если хочешь. Ириночка, на микрофончик нажимай. Я тебе микрофон открыла, тебе нужно его нажать, чтобы он был не синеньким, а зелененьким. Если ты в телефоне, то внизу. Видимо, выбило. Не вижу больше я. Вот, ребят, если вопросов больше нет, то я тогда пока закругляюсь. Пишите свои вопросы, будем обсуждать. Кто хочет, присоединяйтесь в клуб. Задавайте много-много вопросов. Задавайте. Дима. Давай, Дима. Говори. Открывай микрофон, можешь включить камеру. Говори. А, меня слышно? Да, слышно. Очень хорошо. Я бы хотел узнать, а вот смотря на вас, смотря как вы выглядите, и меня почему-то заинтересовал вопрос по поводу вашего внешнего, вот, облика, точнее, вашего веса. Вот он у вас не уходит, ни туда, ни сюда? Вот сколько вы на автономном уже, вот, отоплении, так скажем, едете, которое помогает, возможно, как-то это все удержать в равновесии? Дима, смотри, я уже не раз говорила в эфирах, когда я то кушала, то не кушала, у меня вес падал до 32 килограмм. Я это говорила уже неоднократно. А потом он выравнивался, а потом он прыгал. То есть на первых стадиях, когда вы будете то кушать, то не кушать, он у вас будет уходить. Потом он у вас выравнивается. Вы не будете сильно худыми, вы не будете сильно толстыми, вы будете в том весе, в котором вам будет комфортно. Еда не зависит от, вес не зависит от еды. У нас прыгает этот вес не потому, что мы еду едим или не едим, потому что нас разбалансирует еда. Именно поэтому у нас она выстегивается либо туда, либо сюда. Именно поэтому я и говорю, что если вы захотите заходить в другой позиции, то у вас будут другие спектры. У меня плохая физическая подготовка. Это может мне мешать зайти на срок более 3-5 дней. Лучше как-то подготовить себя физически, а потом попробовать если можно параллельно. Я пока только зарядку периодически делаю. Я обратила внимание, что у многих очень хорошо подготовлены уже физически, занимались уже спортным профессиональным. Ирина, тут вообще не имеет места. Причем здесь физическая подготовка? Почему вы себе определяете 3-5 дней? Чтобы что? Чтобы избавиться от какой-то болезни? Это одно. Чтобы себе поставить новый рекорд? Это глупо. Это первый момент. Второй момент. Кто заходит, что уже профессионально занимались спортом? Я никогда не занималась профессионально спортом. Это не говорит о том, что профессионалы часто заходят через эскезу. Мы сейчас говорим не через эскезу заходить, а через осознание себя. Это другой тип захода. Это второе. Когда я заходила, я уже вам говорила, рассказывала неоднократно. Когда я заходила на такие дни, я не могла даже ходить. Я задыхалась от того, что я дышу. Вообще не имеет значения, какая подготовка. Просто я поняла, что я там либо вызову, либо нет. Поэтому я просто зашла и все. У меня не было другого выбора. Ирина клеила на вопрос. Это вообще не имеет значения. Лучше все равно с головы. И если 3-5 дней, если кто-то ребят не может, если у кого-то это принципиально, ну приезжайте вы на ретрит, на себя любимого потратьте вы определенную сумму, которая... Ребят, вы мне пишите в разные чаты, я не могу. Вы мне пишите, пожалуйста, вот сюда, вот я же здесь читаю. Вот мне Марьюшка пишет личный вопрос. Тогда я потом отвечу. Я не могу просто по чатам бегать. один открыла, который наш вот здесь, поэтому я в нем читаю. про что я говорила про... не помню, что говорят. То есть, если даже упадет эта норма в таком состоянии, вы по себе должны смотреть, что для вас норма. Поймите, это не норма была для меня 32 килограмма, но какая это норма? Это как первоклассник. Я весила, как первоклассник. У меня была пакетик костей, ложечка крови, у меня больше вообще ничего не было. Но я понимала, что если я не продолжу, если я выйду на еду, то я умру, понимаете? У меня не было возможности больше ставить гормонов, они меня убили уже на тот момент. И мне, чтобы не умереть, мне нужно было идти дальше. Вот и все, я просто выбрала, что мне какая разница, либо я так умру, либо я так умру. Только так я знала, что если я на гормонах, я знала, что я умру уже сто процентов, мне это сказал врач. А здесь еще было не сто процентов, поэтому я пошла этим путем. Он не есть, просто у меня другого выбора не было. Ирина, я тебе микрофончик открыла, говори. Говори, говори. Несколько слышно тебя? Новичкам можно. Да, вот, ребята, вы еще пишете в обычном части. тему деменции. Кто-то изучал? Ну, деменция, а что интересуется деменцией? Ну, как бы, я с ней непосредственно, новичкам можно, я с ней непосредственно сталкивалась. У меня, у мамы была деменция. Ирина, ты так нам ничего не говоришь, ты микрофон открываешь и ничего не говоришь. Говори, вот сейчас он у тебя открыт. деменция откуда наберется? Как откуда наберется? Когда капилляры атрофируются, и там пропусковая система практически нет для мозга. Атрофируется она по разным причинам, в том числе и когда скачет давление. у гипертоников я тоже мама больная. У гипертоников очень часто деменция она очень быстро развивается. Не работает у меня микрофон. Ну, жаль. Тогда так пиши. А автономия как профилактика может помочь от деменции? Да, очень хорошо от деменции еще помогает депривация сна. Но это нужно будет, нужно смотреть сколько маме лет, понимаете? Когда уже за 70 и смотря в каком насколько критическое состояние там уже нужно по СМС кому-то так не понять. Конечно, это все помогает, но это все нужно настолько аккуратно делать, потому что в том возрасте и в том уже организме настолько зашлакованном, что у них сейчас идет, то это достаточно готовы ли вы взять ответственность на себя за это все. Спасибо за эфир, все понятно, что это звучит. Спасибо, Мариша, здорово. Ну, я не сомневалась, что тебе будет понятно. Ты у нас такой думательный, думательный. У мамы уже крайняя стадия. А маме сколько? На каком маме питание? Сколько маме лет? есть ли у нее? Ну, скорее всего, гипертония у нее как минимум 85. Ну, вот, что вы хотели 85? Я так полагаю, что ей неостановлено, если сейчас ее посадить, сейчас очень много дикоросов, посадить ее хотя бы один раз в день, коктейли делать с дикоросами, изучить дикоросы, это же очень хорошо. Они хотя бы приостановят и дальше будет видно. Я сейчас как подумала про автономию, у меня появился страх, что без еды я могу умереть или буду без сил, надо сперва проработать тоже. Именно поэтому я говорю, ребят, можно зайти на автономию с другой стороны, и это будет больше, чем автономия. Автономия это маленький, маленький кусочек. Смотрите, вот вы когда в школе учитесь, вам говорят, вот, очень классный предмет это математика, вы можете высчитывать, вы можете там высчитывать планеты, где какая стоит, как они, в какую сторону крутятся, это все через математику идет, это все можно высчитать, и вы такие, о, математика, 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 но вы забыли, что в школе помимо математики есть еще русский, литература, физика, химия, биология, ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты. Вот что такое школа. Школа это не математика. Когда вы приходите к самому себе, это не автономия. Автономия это маленький-маленький аспект того, как вы придете к себе. Это то же самое, что математика это не школа. Школа это намного больше, чем математика. И вот вы это намного больше, чем автономия. На сегодняшний день, так как мы смогли это обозвать, что такое я, это вечность. Может быть потом, лет через 200-300, мы поймем, что это что-то еще дальше идет. Но на сегодняшний день мне хочется активировать все эти клетки, мне хочется понять, как они действуют. И активировать все эти клетки, чтобы идти дальше, чтобы я могла дальше развиваться, не ограничивая себя во времени. Не ограничивая себя в 80-90, либо 100 лет. У меня сейчас на сегодняшний день такая цель, потому что столько я нового всего узнаю, мне не хватит времени, чтобы узнать еще и еще больше. Поэтому сейчас я занялась именно физическо-волновой генетикой. Сейчас я углубляюсь в ДНК. Как действуют хромосомы? Почему хромосомы? Это код, который можно раскодировать. Ребят, код хромосомный от мамы и от папы, из чего состоит аватар, его можно раскодировать, перекодировать. Понимаете, насколько все глубоко и масштабно? И автономия – это маленький инструмент прочистить ваше межклеточное пространство. Когда вы прочищаете свое межклеточное пространство, то клетки в нашем организме, миллион клеток, они могут общаться друг с другом. Когда они общаются друг с другом, у вас открывается целая вселенная каждой клетки. Каждая клетка хранит ДНК всего вашего рода. Представляете, что вы можете познать с одной только клеточки, если вы разрешите себе правильно подойти к тому процессу, чтобы распаковать себя? Меняется ты, за тобой меняются дети. Меняются. У них сознание меняется. Они четко понимают, что... Единственное, видите, сейчас в другое место мы переедем и будем менять образовательную систему детей. Она им не подходит, эта образовательная система. Они выросли из нее. Они понимают, что со старшими нельзя как-то говорить, но, например, младшему, в третьем классе, ему говорят, вот семь чудес света, столько-то чудес света. И он приходит и говорит, ну, говорит, вот есть вот такое вот уральские горы, это уральский хребет, который делил в свое время нашу планету на такое-то и на такое-то, с этой планеты, когда-то отправлялись с корабли. То есть он начинает рассказывать, на него сидит учительница, смотрит и говорит, два. Не потому что она в этом виновата, потому что ее настолько вогнали в эти рамки и настолько ей не дали времени, чтобы она осозналась, чтобы она вообще передохнула, и она не может ничего познать. Ей нужно заработать, чтобы вообще как-то существовать. И нас всех загоняют, почему вот эти вот кредиты, там еще что-то. Нас всех нужно максимально загнать в какое-нибудь, вот в эту вот матрицу, да, в определенную, чтобы нами контролировать, чтобы нами управлять. Когда мы начинаем осознавать себя, приходить к себе, то как нами управлять? Мы же становимся другими, мы становимся над их знаниями. Как они нам могут сдать знания свои, если у нас знания над их знаниями? Только силой они могут теперь нас. Понимаете? Только силой. Знаниями уже никак, все, они под нами. И вот эти процессы, они тоже очень важны, и их нужно тоже как-то правильно интерпретировать, чтобы не было борьбы, потому что борьба разрушает, что одну сторону, что другую. И к этому тоже мы с вами должны прийти, это тоже мы должны осознать. Точно так же, как взрослый, старший у меня сын. Ему дают по алгебре индивидуальные задания, потому что он выбился из этого общего потока. Ему неинтересно. Но пятерок у него по алгебре нет, потому что в тетради грязь. Понимаете? Из этой системы тоже нужно как-то выбираться. Но нужно как-то это корректно делать. И я понимаю, что у меня дети, они сейчас... Я же пока не могу сказать, что я прям им такое замечательное все для них сделала, что вот они так вот идут и развиваются. Они же тоже от этого по-своему стыдают. Вокруг них очень мало сейчас на данном... Так, в этом городе, по крайней мере, вокруг них очень мало тех детей, с которыми они могут идти дальше развиваться. Здесь больше тех детей, которые их наоборот в компьютерные игры, там что-то еще вот сюда вот уволят. Поэтому мы стараемся где-то переехать, где побольше вот таких единомышленников, где можно развиваться, где есть преподаватели с другим мышлением, с иным мышлением, чтобы туда детей отдать, чтобы там им было интереснее. Вот. И это тоже процессы. И они... Точно так же, как можно сказать про них, как хорошо, так и плохо. Поэтому здесь вот такое вот состояние. Кто от нас скрывает информацию, автономии? Вы говорите, от нас скрыли, нас обманули. Кто они? Люди? Ну, вот вы мне такие вопросы задаете. Вы как думаете, я вам как должна сказать вот это вот в эфире? То есть, что бы я вот сейчас вот вам сказала вот это? Что вот я думаю? Это либо там половина скажет, ну что, их стихушку нужно идти. Вторая половина заинтересуется, скажет, откуда у нее информация. Третья половина скажет, там, ну, лишь бы придумать, лишь бы там какой-то контент срубить. Еще что-то. И понимаете, как бы я вам не сказала это, Игорь, пока вы на себе не ощутите это, вы не поймете, вы не услышите, о чем я вам говорю. Потому что то, что вот вы сейчас меня спросили, это у вас взыграл просто интерес. Не познание. Если бы познание, вы бы мне тогда написали в увлечку, сказали бы вот я вот так-то, так-то. А здесь у вас сыграл интерес. Вам просто интересно. Вот если неинтересно, я вам смогу сказать, не только люди скрывают. У нас на этой планете есть не только, как бы, ну, как, понимаете, в общем понимании люди, это у нас идут, давайте критерии тогда определим. Что такое люди? Люди, это, в общем, понимание, которые едят, и у которых продолжительность жизни плюс-минус сто лет. Вот. Это для нас считаются люди. Все, что свыше 300-500 лет на данном этапе, в данном, в данном мире, для нас это воспринимается уже не совсем как люди. Это уже что-то, для нас что-то вот уже большее. Но они же тоже люди. Если это люди, то тогда да, люди, могу сказать вам. Что-то сегодня плохо слышно, Светлана. Ребят, я не знаю почему, я уже наушники одела, не могу сказать. Автономия подходит всем, кто туда идет. Ребят, я уже много раз говорила, смотрите, у нас у всех есть две ноги, но не каждый становится чемпионом мира по бегу. Каждому свое. Кто-то ведь туда не идет, кому-то это не интересно, кому-то это не комфортно, кто-то не готов выходить из зоны своего комфорта, кто-то готов сидеть дальше в теплом месте у камина, с любимым человеком, с любимыми детьми, заниматься, пусть даже в любимой работе, отдыхать каждую пятницу на шашлыках с пивком. И для них это их мир, и они не хотят отсюда выходить. И это не хорошо и не плохо. Мы не можем все ринуть в воде и ворота, мы их сломаем. Давайте постепенно. Ведь эти темы, они очень долго были у нас запретом, их очень долго вообще убирали, скрывали. Это сейчас вот в этих вот мессенджерах, в каких-то там соцсетях начала вот эта вот тема проскальзывать, и все начали, ну, о, это мода пошла. Это не мода пошла, это раскрытие пошло. Просто каждый раскрывает какой-то аспект со своей стороны. И с какой стороны вы к какому аспекту пойдете, каким путем пойдете, это тоже здорово. Почему я говорю, что не бывает конкуренции? Когда мне говорят, вот сейчас будете там грызться за то-то и за то-то, вот сейчас будет конкуренция про то-то и про то-то. Не бывает конкуренции. Каждый найдет то, что для него сейчас, на данный момент, откликается, какой спикер, какие вибрации. Сегодня вот этот спикер откликнулся, послезавтра вот этот. А после-послезавтра я вообще обиделся, обиделся. Он сказал вот такую фразу, меня вообще перекрыло, оборвало, я больше не хочу услышать. Есть же и такое. И каждый идет по своим вибрациям, не по чьим-то, по своим. И вы все равно, мы все равно идем, если кто-то идет, мы все равно дойдем вот с вами, мы встретимся с вами, какой бы тропинкой мы ни шли. Но если вы не будете себя чувствовать, если вы будете себя предавать, то вы будете постоянно откатываться. Как хорошо, что появилась такая возможность. Да, хорошо, что появилась такая возможность. Я тоже так считаю. Вот, ребят, мы с вами полтора часа уже здесь. Давайте будем закругляться. Пишите вопросы, участвуйте. Участвуйте в школе автономии, но только свой опыт, пожалуйста. Чужой не интересен, вообще не интересен опыт. Только свой, потому что только ваш опыт уникальный. Кто хочет и готов идти дальше? Пишите меня в личку, если кто-то захочет в клуб вечный. Вот, поэтому всех обнимаю, ребят. Я очень рада, что вы со мной сегодня были. Нас все больше и больше с вами становится. Конечно же, эфир сохраним. И он будет и на Ютубе, и вот здесь вот будет на канале. Вот, если кому-то что-то непонятно, пересмотрите, задавайте вопросы, я на все вопросы отвечу. Все. Всех обнимаю и всем-всем-всем спасибо огромное. Благодарю. Спасибо. Спасибо.